Всем привет! Я вам, помните, обещала рассказывать о своих каких-то мыслях, размышлениях. Я хочу поговорить сегодня о важной теме, которая стала очень часто всплывать. Я очень часто слышу с людьми, с кем общаюсь. Может, некоторых, конечно же, это не трогает, но такие думающие, эмоционирующие, отзывчивые люди этим вопросом задаются, а привыкли ли мы к войне. И если да, то это звучит очень страшно, ужасно, и какое-то чувство вины сразу возникает, типа, а-ля, к этому нельзя привыкнуть, или нельзя привыкать, это нельзя забывать и так далее. Но забыть и привыкнуть — это разные вещи. Сейчас я как психолог об этом поговорю немножко, объясню это. Забыть — это когда ты не помнишь, делаешь вид, что этого не было, либо нет, либо рядом не происходит, и вообще стараешься с этой информацией, короче, быть теснением условно. Я забыл, я в домике, ничего не знаю, вокруг меня этого не происходит и так далее. Я максимально стараюсь нормализовать свою жизнь, что типа всё как раньше, да. А адаптация и привыкнуть, вот привыкнуть равно адаптироваться, подстроиться — это нормальная ситуация, и естественный процесс, и отменить его нельзя. Мы в той или иной мере, если вы посмотрите даже, кто, например, в гуще событий находится в самом стрессе, вы поймёте, что как я реагировал раньше, например, на звуки сирены, это был один страх и другие чувства. Например, сейчас очень многие люди уже не бегут, например, прятаться в подвал, или как-то через раз назовём тогда, или чувство ощущения, когда я слышу этот звук, он уже немножко другое, притупленный, другая реакция идёт. Потому что почему это происходит? Это адаптация, это нормальное логическое вообще свойство психики человека, одна из функций защитных реакций нашей психики. Если условно мы будем постоянно жить в стрессе и страхе, мы сойдём с ума и умрём? Всё очень просто. Это наш инстинкт природный, как часть инстинкта сохранения себя, психики своей, личности, своего здоровья и своего существования на этой земле, на этой планете. Без этой бы функции адаптации мы бы, ну, просто бы не выжили. Мы бы все бы сходили с ума, друг друга ещё больше поубивали, либо просто там покончили жизнь самоубийством и так далее. То есть выход бы какой-то в смерти, например, в успокоении. Потому что это постоянное ощущение тревоги, тревожности и страха. Верие страха — это тревога. И жить постоянно в ощущении напряжения, в тревоге и потом уже страхе невозможно. Ты просто сойдёшь с ума и за очень, кстати, краткий промежуток времени, а-ля, там несколько месяцев. Поэтому мы адаптировались. Это другой эмоциональный отклик, уровень эмоционального отклика другой. То есть, да, произошло, но я быстрее переключаюсь на другое что-то, на свою бытовуху. Да, это нужно, это уже не такая, это ноющая больная рана в груди, но я потихоньку начинаю как-то по-другому себя вести, реагировать на это. Более отчасти кажется спокойно. Я имею в виду, что нельзя вообще не чувствовать ничего или искренить как-то из себя какие-то эмоциональные реакции, но они просто притупляются. Я не говорю, что стало менее больно, но, к сожалению, насилие, стресс, убийства, переживания эти, они становятся для нас не шоковые, как в первое время новая новизна, здесь проблема новизны, а стали обычными, повседневными, поэтому мы к ним привыкаем, да, они стали, к сожалению, но я это констатирую, частью нашей повседневной, скажем так, нормальной жизни, которая когда-то была. Сейчас он уже назовем, так это ненормально, не окей, но мы к этому адаптируемся и привыкаем. И если у вас есть чувство вины за это, вы чувствуете, что, ну, блин, я так не хочу, или я чувствую себя плохим, как к этому можно привыкнуть, людей там убивают, или люди страдают, сколько там, не знаю, лишений происходит и так далее, и так далее, и так далее. Во-первых, это от вас не зависит, вы просто родились человеком, и эта программа в вашей голове работает на сохранение себя, на то, чтобы я не умер, и это не подвластно вам, это просто инстинкты природные, которые заложены в каждом из нас. Или, например, у людей, у которых этих инстинктов нет, это люди-герои, например, да, отморозки, их еще можно называть. Героизм, это, конечно, классно, но это нет, но героизм, это не сегмент нормы, это ненормально, потому что умирали бы тогда все, и все были бы героями, да, и условно бы страдали, гибли, и у нас бы население очень быстро, селекция, отбор произошел бы, да, и остались далеко не самые лучшие люди, да, потому что остались бы трусы, еще какие-то, это, естественно, селекция называется, естественно, не только естественный отбор, а вообще и психология, естественно, селекция. Условно, если у вас есть чувство вины за то, что вы к этому привыкли, адаптировались, или не так остро уже ко всему относитесь, эмоционально реагируете на то, что происходит, а происходит дальше ужасное, не верните себя, это ваша защитная реакция, от вас она не зависит, и вы контролировать это не можете. Вы можете, знаете, что делать, но это не есть хорошо, это ненормально, невротики-то, знаете, как это переживают, они подковыривают эти раны еще больше, и если у них накал вот этот страстей эмоционального отклика и боли падает, они сами себе его создают, начинают больше информации искать, копать, с людьми общаться, прям ледь в самую гущу событий, назовем так, да. Я считаю так, что для того, чтобы переживать эти ощущения, забыли ли мы, и свыклись ли, и так далее, все-таки остается волонтерская работа, помощь на месте, как вы можете. Если вы это хотите, во-первых, делать, это очень единственное вообще, что очищает, помогает и поддерживает, это волонтерская работа, то есть я чувствую, что я помогаю, что я что-то стою, я опять же поднимаю свою самооценку, нет чувства вины или беспомощности. Короче говоря, я делаю другим людям, и за это я получаю эмоционально от них благодарность и отдачу, может быть даже, скорее всего, я получаю, там такого очень мало, чтобы волонтерства не получать, и это поднимает мою самооценку и позволяет, опять же, моей психике сохраниться, в себе не разочароваться, чувствовать себя человеком, назовем так, да, в общем, а не каким-то оскотинившимся, бесчувственным овощем, который ничего не делает, назовем это так. Как видите, все продолжается, и ваша помощь всегда везде нужна. Ко мне обращалось, кстати, немало людей, кто в России находится, это крупные города, в основном это Урал, Екатеринбург, Питер, Москва, Подмосковье. Девчонки, кто меня смотрит, вам тоже привет. Меня спрашивали контакты, просили, что вообще, как, короче говоря, в этой психологической какой-то ловушке клетки, как себя вести, что мне делать. Люди очень многие пошли в волонтерство. Я думаю, вы видите там на всяких ютюбе и везде, что волонтеры тоже нужны тем, кто выбирается из оккупированных территорий, пересекает границу, выезжает в другие страны, вот там нужна и одежда, и деньги, и транспорт, и помощь, и квартира приютить и так далее, вот это перевалочное состояние людям. Очень многие все, кто ко мне обращался, я туда отправляла. В каждом городе есть всякие чатики, в Телеграме, ищите. Все это есть, если хотите чувствовать себя даже в закрытой такой ситуации, и кажется, что я чувствую вины, испытываю, но помочь никак не могу, вы можете, у вас есть сейчас выход, вот такой люди уже организовались, это все сейчас происходит. Пожалуйста, обращайтесь в это, я думаю, это очень единственное вообще на самом деле, что поможет, чувствовать себя чуть-чуть лучше, чуть-чуть нужней, и скажем так, человеком. В кавычках почему? Ну, потому что вы все равно человеком остаетесь. Честно скажу, вас плохим не делает чувство вины, вот это, что это ваше чисто... На самом деле это реакция вашей самооценки. Очень все просто. В стрессовых ситуациях вылезает в наши проблемки, наши минусы, то, что нас на самом деле беспокоило, а я, может быть, не замечал, и вот такие реакции происходят. То есть условно, да, есть определенная норма. Так как ситуация затянувшаяся уже там 4-5 месяцев идет, это уже долгий период для адаптации подходящей. Адаптация происходит там в течение трех месяцев примерно. И вот чувство вины, беспомощности и так далее, агрессии, злости и прочего, она была окей в первые три месяца. Но сейчас уже должен быть новый этап вашей психики, если она у вас здоровая. И в адаптации должен пойти сейчас новый, новая волна эмоциональная сил, назовем так, ощущение новое себя, чуть-чуть самооценка должна вверх пойти. Потому что я уже сейчас, ну простите, за 5 месяцев могу найти, куда пристроить свои вот эти чувства и эмоции, как их переработать, за счет чего дополнить, как вот, например, волонтерская работа, что я имею в виду. Если вы застряли в своих эмоциях и ощущениях, вот это не окей, не нормально, в страданиях застряли, вы застряли в своей чувстве вины, чувстве ненужности и так далее, и так далее. То есть это лишь, говорю о чем, что ситуация стрессовая вскрыла вот эти проблемы внутренние. Может, вы невротик, который любит страдать от этого вторичную выгоду, получает этот механизм, вскрылся, у вас вам это нужно, вы это раньше не осознавали. Может, вам вообще принято, в семье вашей навесили чувство вины, и вы живете в чувстве вины, а тут такое масштабное в плане страны, я могу чувствовать свою вину, и вы в этом процессе не можете перескочить этот этап в адаптации. Или вы подавляющий, например, человек, но у вас куча злости, агрессии, ненависти, которую вы раньше скрывали, а теперь она у вас прям активно очень живет. И я имею в виду, если вы застряли на каком-то этапе и не можете в адаптацию перепрыгнуть, это лакмусовая бумажка того, что у вас есть проблема в этой области, в тех эмоциональной области, в которой вы эмоцию испытываете. Легкий практический пример, что можно с этим сделать, чтобы вам психолог, например, сказал сделать, если вы пришли на консультацию, в общих чертах, более-менее, что всех, да, это индивидуально, но все равно. Главное, отследите свою эмоцию. Что я испытываю? Возьмите листочек, бумажку, напишите, там, или злюсь, агрессия, или страдаю, чувство вины, какое чувство, какое вы испытываете, на каком вы застряли этапе, что за чувство вас держит? На самом деле, вы держите не этап, а чувство вам нужно из этого этапа, с которым вы не можете расстаться. Вы не с этапом не можете расстаться, а с самим чувством оно вас держит. А когда оно вообще, следующий вопрос, да, к себе напишем, что за чувство потом. Что это за чувство такое? Разберите, откуда оно взялось, когда оно появилось в моей жизни? А я раньше себя до этого этапа так чувствовал, например, вину, ой, да я, например, да я всю жизнь виноватым себя чувствовала, меня так в семье воспитывали, я во всем был виноват, плохим и так далее. И вот вы выходите на ту проблему, которая у вас была. Или, нет, я раньше агрессии не чувствовал, у меня вообще такие эмоции злые, там, например, агрессивные первый раз в жизни, я себя на таком раньше не ловил. Не ловил. То есть эта история мне сейчас, ситуация, помогла всколыхнуть это. А почему у меня раньше, следующий вопрос, не было этих чувств? А ответ будет просто, я их подавлял, я их старался не замечать. А эмоции? Наша психика так работает, мы не можем подавлять какие-то чувства, точнее, не замечать, перестать их вырабатывать, чтобы они не существовали. Нельзя взять, искренить, вырезать, не чувствовать, они есть все. И вообще, я старался вопросы ко мне не замечать этого, не испытывать, я это подавлял. И думал, как мне, например, в семье учили быть хорошим, не злым, меня принимают только добрым. Поэтому я не злой человек. То есть я сам в этом убежден. И на самом деле, это тогда ситуация позволяет мне понять, блин, какие демоны во мне, а я такой злой человек, а я столько зла подавлялась и так далее. Сначала надо разобраться, что это, откуда оно взялось, а потом вы уже выйдете из своих вот этих вопросов в себе, что с этим делать, куда это девать. А девать это куда-то можно. То есть вам надо работать не с ситуацией, а с чувством, которое вы испытываете. Из-за этого чувства вы не можете, скорее всего, перейти в новый этап, в новую, скажем так, сферу адаптации и дальше, короче говоря, проживать эти моменты, где-то тормонусь. Вот такие дела, девчонки и мальчишки. Я надеюсь, что у вас все будет более-менее хорошо. Это все равно все когда-то заканчивается. Переехали. У которой нет теперь дома, которой разбомбили, нет ее детства. Родителей, слава богу, пенсионеров она успела вывезти сюда. И, ну, как бы, ну жопа, блин. Как я еще это могу назвать? Это жесть. Денег нет, жилья теперь нет, родители пенсионерные. Ну, там ужас вообще, да. Я всегда говорю, самое главное, что они живы. Ты понимаешь, что очень много людей, у которых теперь нет родственников, близких. У меня есть из Мариуполя люди, у которых не то, что нет детства прошлого дома, нет родственников и друзей. Их просто не стало. Я говорю, ты понимаешь, что у тебя твои близкие рядом с тобой. Ты их можешь обнять. Я говорю, радуйся, что оно у тебя есть. Она, конечно, это сразу перекрывает вот эта боль, тягость, проблему с деньгами, жильем. Что вообще сейчас делать, как жить, существовать и вообще что делать, короче говоря, да. В общем, я всем желаю сил. Все заканчивается. Закончится и это. В инфобоксе я оставляю свою почту. Пишите комментарии под видео, пожалуйста. Ставьте лайки, распространяйте видео. Надеюсь, нам будет очень многим полезно. Всем пока.